Девчонки, всем доброе утро! Как хорошо! Вчера наделала блинчиков, сегодня есть что завтракать. Вот, и овсянкой не нужно давиться. Люблю блинчики. Вообще, был период, когда я их очень часто делала, а потом я перестала их делать, потому что надоели. Вот, теперь опять. Все блинчики с тунцом мы вчера поели. Каждый вчера втихаря подходил к холодильнику и таскал по блинчику. Так что очень вкусно получилось. Я вам очень советую. Попробуйте. Я еще хочу сделать с грибами. С грибами вот недавно бабушка делала, когда я к ним в гости приезжала. Тоже вкусно получается. Сейчас я буду кушать блинчики вот с таким вареньем. Здесь ежда и смородина. Я сама закрывала. Кстати, это последняя банка. Я закрыла, по-моему, банок 7. И вот это вот последняя. Мы их очень быстро, эти варенья съели все. Малиновое у меня, к сожалению, в этом году не получилось. Оно какое-то кислое получилось. Мало сахара, наверное. Но я закрывала первый раз, так что ничего страшного. В следующем году будет уже больше опыта. Возможно, мама поможет. Мама, поможешь? Приедешь? Будешь меня учить, закрывать. Хочу еще огурцы закрыть побольше. Огурцов в следующем году, потому что в этом году я как-то пропустила. Салаты какие-то можно сделать. Я еще, кстати, пока еще не накрасилась. Только успела помыть голову. Вот. Время не буду вам говорить, сколько сейчас. Мы все планировали, конечно, пораньше проснуться. Но, к сожалению, как-то не получается пораньше проснуться. Так что сейчас покушаю и пойду украситься. Буду сегодня снимать видео. Я вчера снимала видео так долго и нудно. Я так долго и нудно еще видео никакое не снимала. Я додумалась включить вспышку. Девочки, всем, кто кушает, приятного аппетита. Боже, вы посмотрите, какой у меня бардак сейчас. Приду, буду убираться. Я сейчас иду на почту. Ко мне что-то приехало еще. Что-то из косметических средств, по-моему. Посмотрим. Я сегодня открою во влоге. И вчера Ева, хочу пожаловаться, она сходила с ума целый вечер. Она такое творила. Она прыгала на сокбоксы. Слава Богу, что она их не прорезала ногтями, не поцарапала никак. Мы уже их вот так вот поставили, подняли полностью вверх, чтобы она не прыгала. Но она пыталась. Она пыталась прыгнуть с полки наверх. Ну, короче, дурдом. Вчера она просто нашла вот здесь шарик, мячик. Вот такой вот. Вот этот вот она нашла. И играла с ним. Я-то думала, чем же она играется. Вроде бы мячики все ее мягкие, поролоновые я попрятала. А сокбоксы вчера стояли вот здесь, по бокам от столика. И один сокбокс она завалила на елку. Хорошо, что елка не упала. В принципе, у нас игрушки не бьются, что большой плюс. Но потом бы собирать ее не хотелось бы. Мы тогда бы уже ее полностью разложили бы. Собрали в пакет и на балкон отнесли. Я упуталась по полной программе, потому что голову мыла, и она еще немножко влажная. Взяла бутыль с собой, воды наберу. Слушайте, я вспомнила, что сегодня Рождество. И решила все-таки на вечер сделать кутю. Но я сделала на вечер только кутю. Я ничего больше запекать и выпекать не буду, честно. Просто сегодня мало того, что времени не будет, так еще у нас много чего пооставало. Я вчера готовила, как вы видели. Так что, в принципе, нам вдвоем вполне хватит одну кутю отпраздновать. Еще сегодня я проснулась и обратила внимание, что мое лицо после Нового года становится чище. То есть, вот эти вот прыщи, все, что меня пообсыпало на лбу, оно потихонечку, но уверенно проходит. Кстати, мазала я регенератором для лица, для тела. Там, в принципе, такой регенерирующий крем от Эрен Букур. Его положили как подарочек маме, когда она заказывала у них, покупала продукцию. Очень классный. Если какие-то тоже угри я мажу. Хотела, планировала до Нового года еще, что на Рождество я сделаю салат с майонезом. Тоже какой-то там оливье или опять мимозу, потому что мимозу я уж очень полюбила. Не буду ничего делать. Майонез вообще, я не знаю, куда его деть. У нас большая пачка осталась. Короче, или пусть Юра кушает, или я, наверное, что-то запеку. Но вот именно в чистом виде кушать я не буду, потому что реально меня очень сильно обсыпают прыщами после него. Но я же вот ем, допустим, вот такой вот барбекю соус, съем кетчуп, горчицу. Ну, хрен-то понятно, там, в принципе, все натуральное. И ничего такого с моим лицом не происходит. А вот именно после майонеза, после этих салатов, вроде бы ничего такого жирного на столе и не было. Утку я там только один кусочек съела. Потому что утка тяжелая сама по себе. Гусь, точнее, гусь. Сам по себе тяжелый. И я не наедалась сильно, не объедалась им, чтобы мне плохо не было. Так что вот только что я ходила на почту и купила себе на кутюм. Мед купила. Кстати, у нас мед, оказывается, заканчивается, потому что мы его активно кушаем. С яблочками я кушала, вот с блинчиками вчера кушала. Вот такой обычный мед. Рис. Я люблю кутюм именно с рисом, а не с пшеницей. Бабушки продавали, сидели в изюм. Вот этот изюм в пакете, видите, греем стоит. Ну, в принципе, нормальная цена. Она мне типа скидки еще сделала. И вот такой вот мак, который уже меленый. Он будет мягкий, не будет такой зерновой. Не нужно его особо пропаривать. Он обошелся мне в 20 гривен. Это дороговато, конечно, потому что 150 грамм мака обычного стоит 15 гривен в магазине. А это вот даже 150 грамм нет. Но я рис купила. Я очень сильно люблю именно вот этот суперок. Обожаю просто шлифованный, пропаренный. Просто обожаю. Он так не разваривается. И для плова подходит вообще классный рис. И недорогой, 23 гривны. Так что сегодня сделаю только кутюм. Все, что касается кухни. И пойдемте, давайте я вам покажу, что же мне пришло. Мне довольно-таки большая посылка пришла. Я, в принципе, догадываюсь, что там. Юра согласился открыть посылку. Теперь он меня будет радовать. Как думаешь, что там? Не знаю, что там. Это, кстати, тоже там целый пакет на вина, который я хочу снять. Это Алиэкспресс? Нет, не Алиэкспресс. Там мне прислали, как тоже на обзор. Сумочка. Вау. Какая-то еще бумажка. Ух ты. В сумочке, наверное, ничего делать. Мед-магазин ЮА. Почему? Сколько она стоит? 720 гривен. Но я читала насчет этой вещи. Мне кажется, она тоже стоит. Будем подождать. Что-то где-то внутри лежит. Так, вот это что? Это, кстати, для волос гребень. Это классно. Осторожно, там все стеклянное. Они, конечно, так упаковались. Слушай, даже в коробку не положили. Да, это то, что вот, может, кто-то видел, когда у меня косметолог делала маски разные. Это у нас у кого-то. Не, а вот это вот так вот делать, наверное. Все такое прям. Класс. Я буду маме процедуры делать. У ниха сказки на ночь. Ух ты. Карантинный талон. Прикольно. Вау, как витофон прям. Корона называется. Корона. Такой советский. Ну да, это хорошо. Ну, это видно, что он прочный, да? Какой-то газ крутится. Видно, что прочный. Ну, наверное, так. Подожди, что тут вообще? Новатор Корона. Что это вообще такое? Это вот та штука электролиз, как знаешь, для лица, для волос, волосы. Ну, лечит именно кожу головой. Дарсонвализации. Дарсонвал, это. По-моему, Дарсонвал или что? Дарсонвал, или что? Дарсонвал, или что? Дарсонвал, это на украинском языке, да? Ну, и что? Расставим аппарату. Мне вот интересно там, где написано «УВАГА». Внимание. Да. Может шарахнуть толком. Приключение аппаратуры может произвести. Все ясно. Что? Ну, убедитесь, что у вас есть кузерка. Блин, я боюсь. О, там уже что-то гудит. Гудит? Ну, надо же стыкнуть эту штуку. Слушай, я так боюсь ею пользоваться. Надо попробовать. Так а зачем же ты купила? Я не купила, мне прислали. Но я очень хочу попробовать, потому что девочки реально говорят, очень классный результат. Вот, эта штука, понял? Смотри, она светится. Она-то светится еще дальше. На кожу себе. Давай, пробуй первой. Да, умная. Сайтик. Ну, поменьше надо. А там уже... Вот так вот, поменьше. Там же можно... Вот. Понял? Ты мажешь кремом себя. Это электролиз. Ты ходил на электролиз? Ну, меня можешь ты... А-а-а. Не, прикольно. А что? Ну, что... Что? Это... Ну, токи. Причем тут гладить? Оно передает тебе токи. Кожа регенерируется после этого, понимаешь? Так, не играйся. Кожа получает такой стресс от этого. Да-да-да, так что-то... Сильно-то? Пробивает что-то. Девочки, попробую. Обязательно вам расскажу. Класс. Я давно хотела ее, кстати. Когда вот косметологи... Я смотрела видео, другие косметологи ими пользовались. Думала, интересно, есть такое в домашних условиях, чтобы себе купить и все. Оказывается, есть. Ну, да, ну ты себя шарахаешь так. Ого. 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 Класс. Спасибо большое. Заказывала я это все в магазине. Мед-магазин ЮА. Ну, короче, отдельно я вам покажу свои новинки. Интересно. Это для волос очень классная штука. Девочки говорят, вообще бомба. Волосы не выпадают. Да, тоже, ну, кожа головы именно хорошо действует. То есть, в принципе... А, оно там в кожу головы трошки. А ты сильно себе на этот... Почитаю обязательно, к чему и вообще, как его применять. Буду на маме тестить. Буду и салон красоты на дому делать. Халявный, бесплатный. По бартеру. За... За какую-то консерву. Не знаю. За что. У нас, кстати, вот дедушка, когда был жив, он постоянно пользовался витафоном. Я думаю, вы знаете, что такое витафон. Такая ультразвуковая, как установка. Я не знаю, такие вот две шайбочки. Они кладутся на больное место или возле него. И ультразвуком пробивает через кожу. И на самом деле, я помню, когда у меня живот болел, он мне положил ультразвуковой этот витафон. И прошло очень быстро. Это, кстати, прошло. Так что витафон бы тоже неплохо было иметь в семье. Нужно будет посмотреть. Может, можно кому-то написать или же купить. Он, в принципе, не такой уж и дорогой, но он реально очень полезный. Там он от всего. И от гайморита, и если какая-то гулька выскочила, даже от бородавок. Вообще, от всего. Смотрите, какой рис классный. Вообще, рассыпается. Я его просто обожаю. Он такой вкусный. Также я вот еще набила орехов. Не знаю, хватит, не хватит. Залила кипятком мак, чтобы еще мягче было. И изюмчик. Ну, это все добавлю. И медик тоже. Мед, кстати, очень вкусный. Вот такая красота у меня получилась. Снямся. Завтра на завтрак я такую целую кастрюлю сделала. Люблю такой праздник. Потому что я каждый раз, когда Рождество, я говорю себе, что почему нельзя такую кашу малашу делать, ну, кутюм. Каждый день, в принципе, или через день. Просто на завтрак. Потому что это очень полезная штука. Мало того, что здесь рис, орешки, мед, все самое полезное. Изюмчик, можно еще какие-то фрукты добавить. И будет самая вкусная каша на планете. Только что мама приходила и принесла нам какие-то вкусняшки. Я не знала, что. Что это тоже? Есть полно. Вообще. Интересно, что там. Мне кажется, там пирог, да, какой-то? Да, он пахнет кешком. Ух ты. Опять дрожжи. Калаш. Вау. Класс. Спасибо, мамуль. Спасибо большое. Мы будем нямсять. Нямсять. Ну как это? Ну, насчетаем. Отечку. Ох. И кутяй, и пирог, и все с маком. Ну, как мы сегодня будем с маком? Это кутя. А это... А, она пшеница делала. Видишь, ее с рисом. Угу. С баночкой. С баночкой. Ой. Персики. Персики. Да, это персики. Она как-то говорила, что закрывала персики. Класс. Спасибо, мамуль, большое. Все, мамуль, сюда. Ну, все, друзья. Я села за компьютер. Сейчас буду монтировать влог и еще несколько видео. Возможно, невозможно. Я сегодня еще кое-что сниму для вас на основной свой канал. Всем большое спасибо за просмотр. За то, что были в этот день со мной. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова